Давненько мы с вами не обсуждали мои фавориты и сегодня именно этим и займемся. Я для вас подготовила фавориты как из декоративной косметики, так и немножко поговорим о рандомных фаворитах. Может быть вы мне дадите какие-то советы, но об этом позже. Давайте начнем с декоративной косметики. Самая моя любимая тональная основа не только прошлого месяца, но и наверное прошлых нескольких месяцев, это тональная основа от Armani. Называется она Luminous Silk. Я на нее уже делала отдельный обзор. Она вошла в серию видео под названием Нашумела, там где я делаю обзоры на самые такие нашумевшие, самые разрекламированные, распиаренные продукты и действительно она очень классная. Идеально эта тональная основа подойдет для нормальной, возможно немножко склонной к сухости или немножко склонной к жирности. Каким-то экстримом, то есть супер сухой или супер жирной, я бы не рекомендовала эту тональную основу. Она достаточно легкая по своей текстуре, то есть недостаточно, а действительно очень легкая по своей текстуре, но в то же время у нее насыщенный пигмент, то есть она перекрывает хорошо. И все какие-то недостатки, которые есть на лице, ну помимо каких-то очень серьезных, она способна перекрыть с тончайшего просто слоя. Очень натурально выглядит на лице, очень приятно, держится тоже хорошо, поэтому однозначно советую для тех, кому нужно просто именно хорошо выровнять тон, и чтобы лицо выглядело естественно, а не таким образом, что как будто оно наштукатурено. Сегодня эта тональная основа тоже на мне и, наверное, за последний месяц она всегда на мне, поэтому можете смотреть. Помимо этой тональной основы, за последний месяц я очень часто пользовалась минеральной тональной основой от КМ Косметикс, называется она Основа Сатиновая, оттенок у меня NM1. И почему я в первую очередь на нее обратила внимание, потому что в ней есть SPF 15, у меня сейчас ночной уход с кислотами, достаточно такой мощный, поэтому SPF это очень важно на протяжении дня для того, чтобы не появились пигментные пятна и еще хуже не стала кожа, чем она была до этого, поэтому каждое утро после того, как я прохожу свой как бы дневной уход, я наношу вот эту пудру на все лицо, иду гулять со своей собакой, и мне вот такое вот первое утреннее солнце не страшно. Потом в основном я на солнце не бываю, но если и бываю, я уже беру какой-то выше SPF, но для самого-самого утра, там 7 часов утра, 8 часов утра, вот эта пудра отлично справляется, и в то же время, знаете, когда я гуляю с собакой, мне не хочется выглядеть, как будто я для этого накрасилась. Но вот эта штука выглядит абсолютно незаметно на лице, но в то же время я от нее получаю легкое выравнивание тона и SPF, который мне нужен. Очень хорошо она лежит на коже, не подчеркивает ничего, скрывает все, что нужно скрывать, ну вот так вот, именно таким вот легким или там средним покрытием. И вот эта сатиновая серия мне очень понравилась, потому что она очень естественно выглядит на лице, не матовым, а вот именно таким вот легким сатином. Помимо этой пудры, я уже вам рассказывала о тоже пудре от КМ Косметикс, но это именно финишная сатиновая пудра, я уже демонстрировала ее в действии в видео о консилерах, и я думаю, там прям макросъемка такая была, то есть вы могли оценить реально, как она работает на лице. Очень классная пудра за настолько бюджетные деньги, вот я даже не ожидала, что настолько недорогая пудра может так классно работать. Для того, чтобы закрепить консилер или тональную основу, нужно просто совсем минимальное количество этой пудры, то есть когда вам кажется, что на кисти вообще ничего нет, вот это именно нужное количество, не пытайтесь наляпать ее вот таким вот слоем, потому что, естественно, будет выглядеть это плохо, но она вот тончайшей вуалью закрепляет все, что нужно закрепить, и при этом это выглядит очень естественно, опять-таки. И вот сатиновая серия мне понравилась больше всего оттенок, у меня N1, опять-таки, потрясающая просто пудра, если вы хотите посмотреть ее в действии, если вы не видели мое видео о консилерах, опять-таки, нажимайте в уголочек здесь, я вам оставлю ссылку, также ссылка в описании будет. Посмотрите, реально крутая пудра, которая достойна внимания, вот люксовые пудры, какие-то бюджетные пудры, они тоже классно работают, но вот это по сравнению с ними меня удивило, и поэтому я решила о ней поговорить. Также, что касается косметики для глаз, помните, я вам делала обзор на тени Colourpop, когда у меня было здесь всего 10 однушек, посмотрите, как выросла моя коллекция с того времени, очень классные тени, у Colourpop, если вы не знаете, вышла новая линейка, называется она Pressed Powder, то есть это вот такие вот классические однушки в Pro-версии, скажем так, которые потом просто на магнитах вот так вот цепляются в такие магнитные палетки. Потрясающие тени, посмотрите, сколько я их накупила, я думаю, это о многом говорит, потому что изначально я купила 10, а потом я начала покупать все больше, и больше, и больше, и больше, и больше. То, что они хорошо пигментированы, это даже я говорить не буду, потому что они безумно классно пигментированы, но при этом с ними очень просто работать, они хорошо тушуются, они не тушуются в грязь, они круто держатся, то есть вот действительно мне эти тени на данный момент нравятся больше всего из всех одинарных теней, которые вот так вот продаются в одинарных форматах, и что касается формулы теней, то мне только Анастасия Берлихиллс нравится больше, вот эти сравнимы или лучше, чем любые другие мои тени, которыми я только пользовалась. Если вам интересно, чтобы я продолжила сводч серию этих теней, то обязательно мне об этом сообщите. Итак, давайте поехали дальше, хочу вам показать еще тушь, которая просто завоевала мое сердце, и меня это настолько сильно удивило, потому что еще ни одна тушь в Аберлик мне не нравилась, я всегда их заказывала, один-два раза накрашу ресницы, понимая, что это вообще не мое, и все, она у меня как бы лежит. Вот эта же была тоже заказана с большой долей скептицизма, потому что я думала, она будет такая же, как и все предыдущие, но я стараюсь в Аберлике заказывать все новинки для того, чтобы делать на них обзоры, очень многим это нравится мне на канале. И, в общем-то, заказала вот эту тушь, номер, я ее сейчас вам, а нет, скажу, 55-56, и вот вы видите, да, у нее достаточно такая массивная упаковка, я думаю, ну опять они там запихнули вот такую вот щеточку, которой можно, я не знаю, что красить волосы, разве что. Для ресниц это огромная щеточка, но тут я ее достаю, и что я вижу, здесь миниатюрная щеточка, боже, наконец-то, наконец-то, Фаберлик решили сделать какую-то небольшую щеточку для ресниц. Вот вы видите, да, насколько она маленькая по отношению к моему глазу, и это просто меняет все, это меняет все кардинальным образом, потому что эта щеточка может отлично пробраться в нижние реснички, и также она отлично пробирается по верхним ресничкам. У меня настолько хорошо, ресницы давно уже не выглядели, вот реально эта щеточка плюс формула этой туши, они как-то вместе хорошо работают, и мне настолько нравится эффект, который я получаю, у меня получаются такие вот и пушистые с одной стороны ресницы, и из-за того, что я могу пробраться вот такой вот маленькой кисточкой к корням, я их прокрашиваю прямо от самого начала до самого конца, и они у меня прям вот такие вот кукольные. Конечно, ресницы у меня сами по себе отвратительные, поэтому как бы я их не красила, чем бы я их не красила, они у меня все равно не будут так круто выглядеть, как накладные, но если у вас изначально хорошая база в ресницах, да, то есть хорошие ресницы, то вот эта тушь вам их сделает очень классными, вот действительно, даже если вы никогда ничего в Фаберлик не заказывали, обратите внимание на эту тушь, она очень-очень-очень классная. И последний продукт, о котором хочу сегодня поговорить в плане декоративной косметики, это вот такой вот контурирующий диск от Гош, называется он Contour and Strobe Kit, и оттенок это Первый Light. Я его заюзала уже очень-очень сильно, сейчас, наверное, здесь вот не видно будет, но вот этот оттенок бронзера и вот этот оттенок хайлайтера, у меня здесь уже такие конкретные ямочки в этих ячейках, потому что я пользуюсь им постоянно. Мне очень нравится оттенок этого бронзера и оттенок этого хайлайтера, скульптор тоже очень хороший, но я в целом скульпторами для себя пользуюсь крайне редко, потому что мне больше нравится, как выглядит бронзер, он меня освежает, он делает мое лицо каким-то более приятным. В общем, скульпторы же из-за своего вот такого сильно холодного оттенка, они круто выглядят где-то там на фотосессии, но в реальной жизни это немножко делает мое лицо более таким каким-то увядшим. Румяна тоже хорошие, но я ими не очень часто пользуюсь, потому что они мне похожи на этот оттенок хайлайтера, они начинают сливаться. Сегодня у меня вот этот бронзер и хайлайтер опять-таки нанесены, и мне кажется, что этот бронзер тоже очень классно работает и как скульптор у меня на лице. Поэтому, если попадется, однозначно берите, очень мне тоже понравился этот продукт. Теперь давайте поговорим о более рандомных фаворитах. Первый, даже не фаворит, а просто как бы такая серьезная новость для меня, по крайней мере, мое видео «Особенности макияжа новейших век» набрало миллион просмотров, миллион! Блин, для меня это, конечно, огромное событие. Мне всегда казалось, что миллион просмотров набирают только какие-то особенные видео каких-то, я не знаю, известных личностей. Я никогда не думала, что какое-то мое видео наберет миллион просмотров. Для меня это огромнейшее просто достижение. И я знаю, что очень многие из моих подписчиков приходят на мой канал именно из-за этого видео. То есть они первым попадают именно на это видео, а дальше уже начинают смотреть мой канал. И для меня это что-то невероятное просто. Потому что я вспоминаю, как я снимала это видео. И, честно, вот я до сих пор не понимаю, как работает YouTube. Потому что чем больше ты заморачиваешься по поводу создания контента, тем хуже он воспринимается зрителями. Вот я это уже поняла и проверила на очень многих своих видео. Чем больше как-то подготовка, чем больше ты продумываешь, чем больше стараешься как-то вот именно продумать сам контент, тем больше к нему придираются, начинают что-то комментировать, там к чему-то цепляться. То конкретно видео я просто знала, что мне нужно сказать. Я села перед камерой, там даже нет общего плана, там все видео, просто, грубо говоря, макросъемка моего глаза. Но оно настолько людям нравится, настолько много там комментариев позитивных. На это видео тоже было очень много репостов, много его где выкладывали, много где его нелегально выкладывали без моего на то разрешения. Надеюсь, что и в будущем у меня тоже получится не хуже снимать видео. Поэтому буду для этого стараться. И в целом, как бы я заметила, что в последнее время вы оценили то, как немножко поменялся мой канал, потому что я в него начала вкладывать намного больше денег. Не только усилий, но еще и денег. И это касается не только какой-то косметики, которую я покупаю, на которую я делаю обзор. Это также и касается и программы для редактирования. То есть намного больше всяких пресетов, всяких там, не знаю, переходов, всяких анимаций. Все это нужно покупать. Я уже об этом говорила. Я намного больше в это вложила денег. Фоны тоже я стараюсь постоянно менять. У меня их уже огромное количество. Они уже скоро полквартиры у меня займут. Ну, в общем-то, да, очень много я стала вкладывать в канал. И я вижу отдачу от вас. Вам нравится, как выглядят мои видео. Вам нравится контент. Поэтому огромное вам за это спасибо. И особенно огромное спасибо тем, кто это отмечает в комментариях. Для меня это всегда как бальзам на душу. Итак, давайте, наверное, с этими соплями уже заканчивать. Потому что для меня это эмоциональная тема. У меня даже голос как будто немножко дрожать начал. Давайте я теперь о других фаворитах именно. Обожаю просто свою маску для сна. За последний месяц я поняла, насколько большой кайф спать с маской для сна. Я вообще такой человек, которому очень трудно заснуть. Потому что мне мешает любой свет, который может быть где-то вот в спальне, где я сплю. Это может быть свет там, не знаю, монитора. Это может быть свет какой-то лампочки. Это может быть свет в соседней комнате, который слегка пробирается где-то вот там вот по полу. Я все равно как будто чувствую этот свет. И я когда закрываю глаза, я чувствую, что что-то вот светит мне в глаза. И для меня очень сложно в такие моменты заснуть. С такой же маской 5 минут и все, я уже улетела. Единственный минус, который я заметила, это то, что просыпаться с ней сложнее. Потому что тебе кажется, что все время ночь. И если там звонит будильник с утра, к примеру, ты думаешь, какого черта будильник звонит там в 2 часа ночи. Потому что еще явно по ощущениям ночь. Еще один огромный мой фаворит в последнее время, это мое новое хобби. Я начала по чуть-чуть рисовать. Сразу скажу, я вообще никогда не рисую. Вообще никогда не рисовала. Никогда у меня не было никакого образования в этом плане. И то, что я вам сейчас хочу показать, то, что я нарисовала вчера вечером, кстати, это моя вторая проба вообще что-либо нарисовать, чтобы это выглядело красиво. Ну, не просто там цветочек какой-нибудь, знаете, когда разговариваешь по телефону, что-то там рисуешь. В общем-то, я попыталась нарисовать свою собаку, Сэммика. И вот что у меня получилось. Тут, кстати, какое-то пятно, не знаю откуда оно. Вот такая вот у меня получилась картинка. Сейчас, наверное, кто понимает в рисунке и в живописи, такие, ааа, мои глаза, мои глаза. Боже, какой ужас, какое уродство. Там тени неправильно, тушевка неправильно, композиция неправильна, пропорции неправильно. В общем-то, я прекрасно понимаю, что те, кто разбирается в живописи, в рисунке, найдут здесь 10 миллионов ошибок. Но мне все-таки кажется, что как для второго раза, ну, в принципе, неплохо. И для тех, кто вообще ничего в этом не понимает, таких, как я, мне кажется, что, ну, достаточно неплохо получилось. Я тоже купила еще набор для масляной живописи, там, холст, краски, кисти. Тоже вообще ничего не знаю об этом, ни разу, вообще никогда не держала кисть в руке, вот именно, чтобы картины писать. Посмотрим, что у меня получится. Может быть, какой-то квадрат нарисую, потом за миллионы долларов его будут продавать. И о чем я хотела спросить, наверняка среди моих подписчиков есть те, кто этим профессионально занимается. Может быть, вы мне посоветуете что-то на ютюбе, какие-то каналы, может быть, по живописи, по урокам рисования. Может быть, где-то есть какие-то форумы, я не знаю, или какие-то сайты классные, где можно почерпнуть какую-то информацию. Потому что я полный ноль вообще, вот ноль, абсолютный ноль в этом, поэтому мне было бы интересно этим заняться, потому что я хочу себе найти какое-то хобби. У меня раньше хобби был макияж и косметика, это вообще мое хобби было, но сейчас это больше превратилось, мне кажется, уже в работу именно. Поэтому у меня здесь более такой, как профессиональный подход, а хочется что-то такое, где я буду еще полным любителем, то есть вообще не буду разбираться в этом всем, но в то же время, чтобы этим заниматься, в это как-то уходить и немножко отвлекаться, скажем так. Поэтому буду очень благодарна, если что-то такое хорошее, посоветуете мне. И это, в принципе, все, на этом я буду заканчивать это видео, надеюсь, оно вам понравилось. Обязательно поставьте мне палец вверх, поставьте палец вверх в семке, надеюсь, он похож. Похож, нет? Перед уходом тоже не забудьте подписаться на мой канал, и если вы уже подписаны, нажмите на колокольчик, который находится рядом с кнопкой подписаться. Таким образом, YouTube будет вас всегда оповещать о выходе моих новых видео. Поэтому обязательно это сейчас сделайте, и мы с вами тогда увидимся в следующих моих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok